Привет, друзья из Подвижники! С вами я, Керя. В меру великий целитель русской поэзии, прозы, а также истинный ценитель ароматов самогона и пива, разлива вашего города. Виноградная чача Сколько сказанных о ревных отзывах о виноградном самогоне, которые многие из вас пробовали где-то там. Чаще всего фигурируют именно Грузия, курорты Краснодарского края, Абхазский берег, возможно, курорты минеральных вод. Также встречается и Крым. Но мало кто понимает, что так называемую виноградную чачу можно сделать в домашних условиях своими руками. Практически из любого сорта винограда. Стоит отметить, что процесс сбора винограда является наиболее важным. В северном полушарии большая часть сортов созревает в период с августа по ноябрь. Есть два рецепта. Первый брага с сахаром дрожжами и также брага на диких дрожжах без добавления сахара и также дрожжей. Нацеливаясь на быстрый результат, я решил опробовать первый способ. То есть с добавлением дрожжей и с добавлением сахара. Посмотрим, что из этого получилось. В большинстве случаев виноград собирается вручную, используя ножи и секаторы. После срезания веток плоды помещаются в корзины. Итак, рекордный урожай винограда собран. Настало самое время его отжать. Сжать, добить мы будем его собственными руками. Давить виноград ногами считается давней традицией. Было принято считать, что ноги – лучший пресс для давки ягод. Но за неимением больших объемов решил ограничиться применением рук. Как можете наблюдать, даже мясорубку в качестве дробилки применил. Результат оказался почти никакой. Руками было поспорее. Полученную в процессе мезгу с помощью марли разделили на сок и на выжимку. В итоге, если следовать стандартному рецепту, то нам потребуется 10 кг выжимки, 5 кг сахара, вода 20 литров, винные дрожжи 10 г. Но так как мы экспериментаторы, то получилось как получилось. 5 кг сахара за 10 кг выжимки и 100 г турбодрожжей. Надеюсь, результат нас не подведет. Для изготовления виноградного смагона чаще используют выжимки. Вопрос, можно ли использовать целые ягоды? Да сколько угодно, с них даже выход будет больше. А насчет этого дела, скорее всего, нам ответит эксперт с Кавказа. Давайте я вам расскажу про чачу. Что такое чача? Это грузинское слово. Переводится как выжимка. Мы чачу из выжимки уже не делаем, потому что у нас столько винограда. Вот вино останется. Какое не нравится, перегоняем. То есть первую гонку мы все перегоняем одинаково на первую гонку. А вторая гонка, вот эта у нас 50 градусов выгоняет на дисцелляр. 50 градусов выгоняет, мы ее продаем, а гонит у нас 87-89 градусов. Разбавляем до 50. А вот это уже ректификат. Это ректификат. Но у него 96,8 не получается, 95 градусов. Разбавляем до 40, продаем по 300 рублей. А вот это 50 градусов, 50 градусов, натурально. Никакого химии, никакого ароматизатора. Если пахнет виноградом, значит вам что-то, дешевый спирт, конечно. Что такое вообще чача? Самолдом. Называем красивым словом чача. Со слов тети Тани, рецепт чачи стал ясен, как белый день. Но я немного отвлёс. Так, добавляем сахар, 5 килограмм. Разводим его водой. Подогреваем и запускаем дрожжи. Внимательно следим за процессом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так, отгуляла наша браженька, 10, а может и 14 дюйн, точно я уже не помню. Сливаем её родимую в перегонный куб, а дальше по классике. Первый перегон гоним до талого, во время второго делим на праздник. Всё как умеем. Субтитры создавал DimaTorzok Без помогатров, как вы говорите, не надо. Без помогатров, как вы говорите, не надо. Всё, ура, тело отобрано, делаем контрольный замер. На 3200 мл продуктов получил 60 градусов крепость. С помощью простейшего приложения вычисляем необходимое количество воды для разбавления продуктов до 41 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, но закусывать все-таки надо, закусывать все-таки надо, друзья. Так что палец вверх, комментарий с вас и встречаемся на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok